Ситуация с транспортом в Беленицах получила свое продолжение. Напомним, в декабре временно продленный до поселения 36 маршрут, который ходил часто и без перебоев, отменили. Остались только два 108 автобуса, которые работали с постоянными срывами графика. После обращения жителей в комитет по транспорту ситуацию обещали уладить и повлиять на нерадивого перевозчика. Однако в новом году старые проблемы вновь напомнили о себе. В 108-й два автобуса не ходило практически никогда в итоге. Ходил один, по какому из графиков трудно было выяснить. Приходилось звонить диспетчеру, каждый раз узнавать, будет ли автобус, прежде чем выпустить ребенка, в школу отправить. Перед Новым годом автобус пару дней не ходил вообще. В новогодние праздники мы его видели только первого числа несколько раз и все. И вчера, 12 января, автобус ходил, о чем мы даже и не знали. Вот, один день. Сегодня утром я позвонила диспетчеру, сказали, автобуса опять не будет. Альтернатива ожиданию транспорта на остановке – идти пешком до Курьянова или вызывать такси. В региональном комитете по транспорту о проблеме знают. Во вторник руководитель ведомства Андрей Шушкин встречался с представителем компании-перевозчика. С наступлением понижения температуры перевозчик, ссылаясь на технические проблемы, не может обеспечить выход транспорта на данный маршрут, на 108-й. Ситуацию вот эту, в общем-то, мы ему пояснили, что не выполняются договорные отношения, и что жители, значит, населенного пункта страдают. Вот, мы, жители не могут отправить детей в школу и просто доехать до областного центра. Пока решается вопрос перевоспитывать уже имеющегося перевозчика или искать нового, жителям предложили оптимальный для них вариант. В целях обеспечения жителей транспортным сообщением три дополнительных автобуса другого перевозчика выйдут на временный маршрут 3Б, который был ранее, который был отменен, как я напомню, 15 ноября 2015 года. То есть он был временный на период строительства мостового перехода. Тот же будет самый маршрут и то же самое время. То есть первый автобус будет в 6.45 подходить уже к Беленицам, как это было ранее. Сколько это будет необходимо, столько и будет времени ходить по временному маршруту, бывшему временному маршруту 36Б. В среду с утра маршрут 36Б начал свою работу. Без опозданий в 6.45 маршрутка прибыла на остановочный пункт. Через 15 минут еще одна. Правда, к тому времени народ еще не успел собраться. Да и не все местные жители пока верят транспортному счастью. Автобус уехал пустым. В 7.15, когда в основном отправляются школьники, маршрутка заполнилась более чем наполовину. Пока автобусов только три, но комитет по транспорту может увеличить их количество в зависимости от потребностей местных жителей. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.